Доброе время и суток, дорогие детишки! Как несложно догадаться, я некий апдейт сделаю по поводу прогресса и того, что происходит в игре. Тут, как несложно догадаться, если кто играет прямо сейчас, некоторое количество изменений произошло в том смысле, что два новых героя добавили, бесплатных совершенно, четырехзвездочных. Вот. И что с ними делать, в общем-то, понятно, потому что в парадигме того, что мы делаем, делать с ними не надо ничего, оба они не помогают никак вообще в драконе, поэтому... Качать их или не качать, это как бы личное дело каждого. По факту, конечно, как герои, они хорошие, да? Это Кизуна и Ай, в принципе, хороший хиллер с нормальными способностями. Типа вообще очень хороший хиллер, судя по всему. Я не знаю, какие у нее точно рейты, да? Но ее, если сделать очень быстро, и там за 200 скорости, то она будет плотно лечить. В ПВЕ достаточно полезная штука, явно. Ну а Тьерия, она для фарма в основном, типа, чтобы еду делать. За место Мама Лены, скажем так, она неплохо себя чувствует. Хотя Мама Лена по итогам лучше, все равно оказывается. Ну, правда, я лично фармеров специально узконаправленных вообще не использую. Вот Мама Лена, например, я... Ну, она ничего не делает у меня. Совсем. То есть я с ней ничего не делаю, и она у меня ничего не делает. Потому что мне это не надо, тупо. Вот. Так что Тьерия, это, конечно, прекрасно. Но у нее там дали квест в Adventure of Path. Который я вот не до конца доделал, потому что не уверен, что хочу это делать. Но, в принципе, там ресурсов дают достаточно, чтобы... Ну, в предыдущем квесте дают достаточно ресурсов, чтобы каждый следующий сделать. Чаще всего. Главное, что у нее дали хороший комплект шмоток, да. Скорости с этой... И крита, кажется, да? Критчанцы или что-то такое. Да, да, вот он. Я пальцем прикрыл. Который я незамедлительно надел на Терраноргарда. Которому нужна скорость больше всех, в принципе. Для дракона. Вот. Но тут... Есть варианты, да, как что делать, например, с Малагорами. То есть... Потому что Малагор постоянно не хватает, да. В какой-то момент их начнет решительно, стремительно не хватать просто, да. Ну и тут есть вариант. Либо остановиться на этом вот моменте, да, с Тьерии. Забрать три Малагора и там когда-нибудь потом к ней вернуться, возможно. А есть более другой вариант. Это забрать двух собак четырехзвездочных. Но для этого придется потратить какое-то количество трехзвездочной еды, чтобы вот этих вот желтых собак апгрейдную, да, и Тьерию до пяти звезд довести. В общем-то это... В принципе это выгодно, да, забрать вот этих черных собак. Так что весь этот квест я бы сделал именно из этих соображений. Потому что черные собаки, ну они там... Сколько их в месяц дают? Одну с гильдией ты получаешь за 900 крестов. Точно одна за логины есть. Может даже больше. Наверное больше. Наверное две за логины. И в ивенте обычно минимум в одном есть одна. Ну короче, три-пять возможно собак этих черных дают за месяц. Поэтому выгоднее гораздо... Сразу две их получить вот там. Ну понятно, гильдию пришлось вступить. Ну я уже по-моему говорил об этом, да. Гильдия бессмысленная и беспощадная. И вообще ничем не помогает мне, потому что она слабая. Но я туда вступил, чтобы быстро решительно сделать... Набрать кресты, да. Ну и гильдия сам себе полезна чем? Опять же собака четырехзвездочная. Тут правда долго копить на нее достаточно. Но если у вас гильдия нормальная, которая адекватную помощь просит. Чаще всего рунами, а не каталистами. Потому что каталистов, особенно в начале игры, нету. Вот. И рунами, ну я уже говорил об этом. Рунами гораздо выгоднее получать кресты, да. Вот эти медальки. Потому что там по 20 дают за каждый взнос, так сказать. Ну и понятно, за донат голды там дают тоже вот полтинник в день. Вот. И за квесты гильдовые тоже дают там сколько-то. Еженедельные, да. Вот я их все выполнил, потому что копил на Фьюриоса, да. Но по факту, да. Вот, то есть гильда полезна в целом. То есть мало того, что мистические медали за гилдвор дают. Ну, в начале игры это, конечно, не особо актуально. Потому что нету героев нормальных. Пачки нормальные не сделать, чтобы побеждать. Плотно, уверенно. Ну, разве что, если вам будут попадаться какие-то нубские гильдии совсем тоже с унылыми героями и так далее. Тогда, да, можно что-то повыигрывать. Ну, там минимальное количество дает мистических медалей. Тем не менее, они все равно полезны. Но в первую голову, конечно, собака и вот Малагора Ситы, да. Их, конечно, надо забирать постоянно. Ну, и тут крайне полезный артефакт для ПВП. Один, по крайней мере, из них. Вот Proof of Valor. Второй тоже юзабельный, но менее полезный. Но на них очень-очень долго копить, мягко говоря. То есть по 750 за одну копию, да. Но он хороший для ПВП, да. Ну, и там, когда уже больше валютки накапливается, то есть каталист Честы, в которых редко, когда что-то полезное выпадает. Это один компас, так сказать, лабиринтовый, который позволяет, ну, 100% зачистить фул лабиринт за... Фул рейд, точнее, за неделю, да. Чтобы один раз хотя бы в фул рейд сходить. Но в начале игры это меньше актуально. Ну, и там Conversion Game Честы. Но это бессмысленно, потому что их там потом столько вам дают, что вы их тратить не успеваете. Ну, и, конечно, Gold Transmit Stone. Это прекрасно, но к 600 этих... Как они там, банды, да, армбанды. Ну, в нубской гильдии накопить непросто, будучи слабым в плане героев, да. Но, тем не менее. Так что гильдия, в принципе, полезная, конечно. Особенно учитывая, что Furious. Для Furious нужно... Ну, я, как несложно догадаться, его выформил. 500 этих брейк-крестов задонатить. Все остальное делается просто, да. Ну, конечно, тут энергии на пачку потратить, чтобы Aiken Adventure Points набрать 400 штук. Но все это выполняемо. А вот брейк-креста без гильдии это не сделать. Соответственно, пришлось. Ну, вот. Что касается моих героев, то, естественно, я сделал... Во-первых, у меня мод 6 звезд и фул. Почти фул у нее шмот там, да. Нет, кончились. Все кончилось. Деньги кончились, каталисты кончились на текущий момент. Но статы у нее... Вот одну шмотку осталось до плюс 15 довести. Статы у нее более чем адекватные для того, чтобы 13-го дракона убивать как такового. Уже сразу, вот для нее конкретно. Потому что 1600 брони нормально. 20 тысяч здоровья вот так вот с запасом. Ну, скорость, да, все еще маленькая. Там 141 тысяча. Ну, можно, в принципе, если будет возможность вот эти тапки поменять на что-нибудь другое. Но я не вижу смысла, потому что у меня на основном аккаунте мод мой точно так же. Там 141 или 143 скорости бегает в дракона. И спокойно там уже... Причем все остальные статы у моей на основном аккаунте гораздо хуже. То есть у нее защиты, по-моему, чуть на сотку меньше. И здоровья там 1000 на 4 меньше. При этом она все равно там выживает. Ну, не всегда, правда, с трудом. То есть это уверенно, плотно выживет 100%. Единственное, что у нее резиста маловато по итогам получилось. 100% всего лишь. Потому что желательно где-то 170, что ли, иметь на ней. Но это такое дело не всегда возможно. Ну, просто шмотки, к сожалению, не заролились так, как хотелось бы. Да, то есть вот это, например, практически идеально заролилось, потому что только один раз попало в крит-чанс. Ну, а мне на Мотмо не нужен крит-чанс, а у нее 57%. Нафига ей столько много? Загадка. Ну вот шлем хорошо наролился, да, с тем только... То есть приличное количество скорости. 11% это, в общем, очень даже неплохо. Единственный минус, что в эффект резист ни разу не попало. Это плохо, да. Ну, здесь тоже, в общем-то, все хорошие статы. Тут вообще плохих статов нету для Мотмо. Но опять не попало ни разу в эффект резистанс. И в скорость только один раз попало. Да, то есть... Ну, еще вот один раз не доролено, но тоже не идеально, потому что в крит-чанс один раз минимум прокнуло. Возможно... Нет, один раз, да, по-моему. Здесь вообще уныло прокнуло, крайне плохо, потому что 17% крит-чанса мне вообще не нужно. Лучше бы другие статы. Ну, вот так получилось. Ну и в ботинке, опять же, крит прокнул один раз минимум. Но нормальная скорость и хотя бы немного эффект резистанса один раз прокнул в эффект резистанс. То есть, по факту, получается, что в этих шмотках, ну, может быть, если кольцо когда-нибудь... Ну, да, возможно поменять кольцо желательно, да, на что-то более приличное. И ботинки на скорость, возможно. Вот. Или хотя бы на тоже хелс, но чтобы больше скорости было и больше резиста. И или больше резиста. Тем не менее, этих статов вполне достаточно для дракона. То есть, мод у меня готова. Ну, практически, да. Единственное, что ей надо сделать, это докачать, конечно, скиллапы. У меня просто нету стрейндж-жели пока что, потому что я другие вещи фармлю. То есть, скиллапы доделать ей и, естественно, пробудить там тоже. Ну, эти вот каталисты я пока не фармлю, поэтому пока нет возможности ее пробудить. Хотя там бонусы не бог есть, но они все равно, ну, на дороге не валяются. 6% защиты, 6% здоровья. Плюс там базовые статы же увеличиваются, в частности, здоровья. Но главное ей вот это вот, дерево талантов, докачать до конца. Я пофармил там, когда в какой-то день на всю энергию, которая у меня была, пофармил, значит, вот эти greater frost rune. Ну, и сколько успел сделать, вот столько. Да, то есть, а здесь, в принципе, желательно выбрать все это дерево. Потому что самое бесполезное здесь вот это вот, да, шанс усыпить, это для пвп, в общем-то. Но его все равно желательно взять, пригодится, возможно. Но там, главное, третий скилл очень сильно апает вся эта ветка. Конечно, там очень много энергии придется потратить, чтобы вот эти вот frost rune набомжить. Но я на выходных попытаюсь. То есть, я буду туда тратить и лифы, и кристаллы, если придется, потому что это просто необходимо. Вот так же, и чего и вам советую. Потому что, вот, например, сколько получается, 25% с дисплейлей, это дополнительный дебаф с этих, ну, с пачки с вашей. Да. Всем плюс, сколько, 5% резиста всей пачки. Что-бы, весьма неплохо. Ну, вот. И вот тот, тот талант, который позволяет, я что-то удивлялся, помню, в каком-то видео, думаю, как так получается, что я в пвп дерусь с Мотмо, а на каждый ход что-то кастует, хотя у нее один ход это окно, типа, когда она не кастует ничего. А я просто не обращал внимания вот на эту штуку. Оказывается, вот с помощью этого таланта, да, который 50% шанс дает, что в начале хода, если на ней дебафов нету, у нее третий скилл сресетнится. Ну, учитывая, что у нее обычно, если в пвп используют, у нее не меньше, чем 150, там, и больше эффект резиста, и поэтому большая вероятность того, что на нее ничего не залетит, никакие дебафы, и, соответственно, каждый ход она может получить вот эту способность. Что, естественно, и в пве очень сильно роляет, если каждый ход сможет спамить вот эту фигню. А там очень много хила, и все-таки иммуна навешает и диспелит дебафы в количестве, там, до трех, по-моему. То есть это крайне полезно. Вот его, в общем, ну, я бы вообще первым его качал, но я что-то не вкачал, потому что планирую вкачать все. Вот. То есть последний талант тупо с вероятностью 100% не только главную цель лечит, но и всех остальных, причем на приличное количество, да, то есть он просто must-have тупо для дракона, не только дракона, для всего вообще. Да, то есть таланты типа, там, 10% combat readiness ни за что получить, если у тебя эффект резист больше, чем 100%, а у меня он больше, чем 100%, ну, 102, там, даже 100,1% там хватает, да, чтобы это прокало. А чем больше combat readiness, тем чаще она ходит, тем чаще хилит, соответственно, естественно. Да, просто встроенный резист, там, сколько, 25%, то есть помогает ей статы набрать, да, на шмоте. Ну, опять же, тупо резист. На всех ход вешать с шансом 10% немного, но она вешает его, на самом деле, часто, когда 30 скилл использует. Ход полезен, там, для фарма, да, тупо здоровье увеличивает и так далее, там, короче, эту ветку надо просто выбрать всю. Желательно. Вот, что касается остальных, ну, Траноргард у меня, вот, на нем этот шмот надет, который Тьерия дала, ну, там, ей пришлось что-то рандомное накинуть, потому что мне выпали где-то там ботинки на скорость. А, ему нужна скорость, ну, и лучше ботинок у меня пока что нету, поэтому как раз полезно очень. Единственное, что у меня нет ни денег, ни ресурсов, чтобы с шмот им апгрейдить, естественно, да, ну, я постепенно пытаюсь это делать, но пока что вот так вот. Плюс артефакты еще приходится апгрейдить, я на него пока Дейнерим Джокер повесил, ну, хоть что-то. Пока нету Джанкер Дога, который идеальный артефакт вообще для него. Ну, и добыть-то его нет никакой возможности в ближайшее время, поэтому придется так. То есть, Алекса тоже 5 звезд, вот я сейчас с модма закончил, сейчас ей шмот надо довести до конца. Все еще тот же вот ивентовый шмот она использует. У нее, правда, минус в том, что она, ну, у нее как ожерелье фиговое, ну, пока других, других пока что нету. Да, то есть, что было, то есть, ну, можно, конечно, снять было бы с мамы Лены, да, но тогда я теряю крит 12%, а пока что я не могу себе этого позволить, вот, так что надо покрутить как-нибудь ей шмот этот. Вот, ну, даже не важно, все равно надо ей все остальное сначала, да, плюс 15 и довести, вот. Ну, и Фьюриус, который я выформил, естественно, тоже 5 звезд, все у меня, да, кроме модма. На нем что-то надето тоже. Кстати, что это на нем надето и почему оно на нем надето, хотелось бы спросить. А где тапки? У него комплект что-то, не это, не оттуда. А, ну да, я не обратил внимания, я теерии, надо было что-то надеть, любую шмотку, чтобы квест выполнить, вот. Забыл переодеть просто. А, ну да, и здесь тоже, ну, можно, конечно, заменить эти тапки на те тапки, теоретически, пока что. Ну, благо это бесплатно, но даже скорость, самое смешное, скорость становится больше при этом, чем была до туго, потому что на 25% комплект просто увеличивает тупо. Так и поступим. Ну, надо будет что-то выбить где-то, чтобы, не теряя комплект, в идеале кольцо, конечно, да, хотя это кольцо хорошее, ну, в плане том, что там может скорость прокнуть. В общем, что-то надо на что-то поменять, чтобы остался комплект скорости, и при этом можно было ботинки на скорости использовать, пока что, ну, вот, над этим надо будет работать. Но это уже, скорее всего, когда я что-то какого-то дракона буду фармить. Ну, и понятно, остальных героев там я вообще никак не использую все еще, ну, киса там качается просто за счет диспатча, не диспатча, а каких-то миссий в сердце, в Heart of Orbis, да, и так далее. Ну, короче, они мне не нужны, да, пока что мне нужна только еда, постепенно шестизвездочным кого-то сделать. Ну, и повторюсь, в первую очередь, шестизвездочным то такое, дело десятое, главное шмот им прокачать. Ну, тот, который семидесятый до плюс двенадцати, тот, который семьдесят пятый и выше, естественно, до плюс пятнадцати, да, ну, пока, вот, я говорю, деньги кончились наглухо, возможности нету. Но деньги, дело наживное, по факту остального прогресса, да, там я делаю постепенно абисс, ну, там проблем вообще никаких нету с тем, что у меня есть. Лабиринт я просто делаю чё-то, ну, зачищаю там до ста процентов пока что, просто чтобы было, там за квест дают какую-то награду, чтобы на сто процентов зоны зачистить, да. Ну, и пока у меня, у меня открыт, в принципе, Азмакалис, наверное, одного из боссов я смогу там убить, можно попробовать сходить, кстати говоря. Самого первого я точно смогу грохнуть, я думаю. Да-да, сто процентов смогу грохнуть, он слабенький, который в правом, нет, в левом верхнем углу находится, вот его можно спокойно нагнуть с теми статами, ну, это завтра скажу, может, попробую, посмотрю. Вот. Спирит-алтарь, кстати, когда был ледяной, да, я фармил седьмой этап, по-моему, да, потому что у меня тогда ещё не все были пятизвездочные, ну, типа, ходили туда Алекса, пятизвёздочная, и Мотма, шестизвёздочная, они вдвоём вполне справлялись, и я ещё две еды с собой таскал, когда фармил все эти руны. Да, то есть, потому что там экспу дают, и довольно приличное количество. Ну, вот, но, в общем-то, седьмой этаж достаточно простой, его можно изи-фармить. Ну, если у вас не получается вдвоём, ну, втроём хотя бы, одну еду спокойно там, можно так сказать. Вот, ну, и дракона я зачистил до восьмого этажа, правда, я не помню, когда я в последний раз это видел, но девятый и дальше мы пока не сможем, просто по факту того, что шмот не апгрейджен, да, то есть, у них тупо не хватает, если дракон бьёт кого-то, кроме Мотма, да, у них тупо не хватает здоровья, чтобы пережить это, как мы сейчас увидим. Но, как только вот они плюс двенадцать станут, весь шмот у них станет, да, тогда можно будет, я думаю, сразу где-то десятого дракона зачистить. Но десятый нас не интересует, у нас цель, вот, обратите внимание, вход повесили, повесила Мотма, десять процентов, да, вот он проткнул, там, как бы, вирус отличился. У нас цель, конечно, не десятый дракон, а одиннадцатый, но там будет видно, чего мне будет не хватать, когда я до туда дойду, чтобы его убивать, да, то есть, там варианты могут быть разные. По дамагу, скорее всего, хватит ещё одного кого-то сделать шестизвёздочным, я вот всё ещё не могу определиться, кто это будет, либо Алекса, либо... Обратите внимание, десять процентов, опять прошли. Либо Алекса, либо Фьюриус. То есть, в принципе, Алекса в перспективе выдаёт больше дамага за счёт того, что у неё много ходов она получает, да. А Фьюриус едимоментно выдаёт больше дамага, просто потому, что он четырёхзвёздочный. Вот, то есть, ну, там есть варианты. Скорее всего, всё-таки Алексу я сделаю шестизвёздочный первой, да. Потому что Фьюриус всё-таки больше для бафа, вот, на крит и для дебафа на минус броню используется. Конечно, он там ещё, вот, правда, срезистили. Да, им ещё надо откуда-то взять будет... Вот, обратите внимание, дракон, когда бьёт не Мотман, этот человек сразу умирает. То есть, как бы, что, естественно, снижает вероятность вообще победы. Потому что Теронор Гард нужен для того, чтобы как раз Дефенс Брейк навешивать. То есть, ну, пока что, пока что никак в этом смысле, да. То есть, ну, тупо надо шмот качать, чтобы они пережили хотя бы один залк двойной от дракона. Потому что он бьёт два раза, по-моему, если меня память не подводит. Он бьёт два раза, когда... Да, на нём дебафов нет, да. То есть, на нём нужно держать дебафы, чтобы он два раза не шмалял. Тогда легче переживать это всё. Вот. Всё остальное это мелочи. Главное дебафы на нём держать. А для того, чтобы держать на нём дебафы, да, это надо ещё откуда-то меткость взять на своих героев. Но для дракона типа а-ля... Вплоть до одиннадцатого дракона меткости нужно не особо много. Там, по-моему, сорок хотя бы меткости. Сорок получить достаточно просто. Но для того, чтобы его получить, в любом случае придётся фармить чё-то. Какого-то дракона, да. То есть, ну, хотя бы девятого. То есть, потому что тут есть шанс, что восьмидесятый шмот упадёт. Он, конечно, маленький этот шанс, да. Но главное, что... Хотя уже вот на восьмом падают ресурсы, чтобы... Просто восьмой... Лучше девятого, да, конечно. Потому что с восьмого падают уже ресурсы, чтобы восьмидесятый шмот крафтить в... В этом... В домне, да, как её... В кузне. Вот. То есть, вот что-то придётся вот такое поделать. Здесь, ну, как-то восьмого, возможно, пофармить хотя бы немножко. Чтобы пару шмоток получить с крафта, да, там, пару-тройку-десяток. Пока денег, правда, нет всё равно, поэтому неважно. Но лучше всего апгрейднуть вот плюс 12 и смочь убивать девятого дракона. Это будет оптимально, да. Потому что пятизвёздочных для этого точно хватит, чтобы убить. Просто нужен нормальный шмот для этого. Потом сделать кого-то одного шестизвёздочным и добраться уже до одиннадцатого. А вот одиннадцатого дракона уже плотно придётся фармить. Долго, усиленно, до тех пор, пока все не будут шестизвёздочные и так далее. Да, ну, пока вот так. Ну, и да, в какой-то момент надо ещё башню там, докуда смогу дойти. Ну, времени ещё навалом. И так далее. Но чем я сейчас вообще занимаюсь, в первую очередь, это хожу в... После того, как 10-10 зачистили у вас андрикон дат хестери. То есть, сложный режим кампании основной открывается, да. И здесь я фармлю 8-4 этап. Не надо никуда ходить. 8-4 этап, потому что здесь твистед фанг падает. И его можно купить, естественно, за пейкченж. Да, то есть, в количестве пяти штук, за 120 каждый. Для чего? Потому что нужно очень много этих самых твистед фангов. Для скиллапов Фьюриосу. То есть, это просто невероятное количество. Ну, во-первых, ему надо сразу с хода 8, 8, чтобы вот этот второй скилл апгрейднуть. Благо, это надо сделать всего один раз, но он делает минус кулдаун. А, соответственно, кулдаун становится одинаковый у третьего скилла и у второго, да. То есть, он может их чинить постоянно, каждые три хода. Вот. Ну, и первый скилл нужно, конечно, тоже быстро делать достаточно. Равно, как и третьего. Ну, то есть, все их. То есть, здесь еще 8, вот, чтобы шанс бурно на первой атаке получить. Плюс 10%, да, всего лишь 35 получается. Но это все равно нужно для дракона. То есть, лишние дебафы, они не лишние. Ну, не бывает лишних дебафов на драконе. То есть, 8 здесь, 8 здесь. И, ну, минус кулдаун вот я смог, да, потому что он бесплатно. Но еще 8, чтобы сделать стопроцентным шанс дефенс брейка, да. Это еще, то есть, это год 24, как мне сложно догадаться. При том, что не следует забывать, что у Алексы то же самое. Ей тоже нужны эти же самые, собственно говоря, твистед фанги. То есть, их просто невероятное количество. Ну, я сразу говорил, что их надо будет очень много. Потому что подавля... ну, не подавля... Очень многое количество дамаг дилеров всяких. Они требуют как раз вот этих твистед фангов. И вот даже в этой нашей пачке базовой для дракона, двое их используют. Да, а ей тоже это все необходимо. Чтобы она больше дамага выдавала. То есть, если у нее с стигмой проблем нету, да, то... Как раз с твистед фангами есть. Поэтому я очень долго, судя по всему, буду сидеть в этом... В 8-4, да, в сложном. Во-первых, ну, еду качать надо в любом случае. Во-вторых, твистед фанги. В-третьих, там... Деньги какие-никакие, конечно, мало. Но все-таки хоть что-то. Поэтому там придется очень долго сидеть до того момента, как я смогу что-то в драконе делать. Потому что хотелось бы... Если Алекса, ладно, то такое. Хотелось бы хотя бы Фьюриуса довести до... До точки, да, где он сможет что-то делать нормально. Вот. Ну, и, конечно, еще как вариант, вы можете не фармить Фьюриуса. Вот если выпало со свитка вдруг, или с селектив саммонсов. Вот мне со свитка, например, выпало. Вместо Фьюриуса можно использовать мистичейн. Да, потому что у нее... Еще два дебафа с кулдауном в три хода. Да, то есть... А когда у нее там 250... Там с чем-то, с гаком скорости, это достаточно полезно, да, получается. Плюс она все-таки хилит с остальными способностями. Ну, я ее уже показывал, да. Ее просто... Ну, если вдруг она вам выпала, да, вот это как вариант можно использовать вместо Фьюриуса. И в итоге получается... Обратите внимание, при этом ей тоже нужны твистед фанги. Но ей, ладно, ей можно только вот три потратить, да, чтобы кулдаун сделать. Но лучше семь, конечно. Тоже, в принципе, нужно семь, чтобы стопроцентный шанс со второго скилла навесить дебафы был. Да, то есть... Вот все равно, как ни крути, но твисты фанги нужны. Но, по крайней мере, можно сэкономить энергию на том, чтобы... Connection выформить Фьюриуса, да, то есть... Ну, как вариант вот ее можно использовать, но если она вам попалась, опять же. Ну, и так вот, да. В основном... Примерно так у нас получается. Придется заниматься примерно тем, что на это уйдет время, энергия и так далее. Но это неизбежно. Надо не забыть доделать, кстати, это все. Это неизбежно, поскольку... Ну, в подобного рода играх невозможно что-то делать быстро. Можно делать это быстрее, но не быстро в любом случае. То есть пара-тройка недель уйдет на то, чтобы дойти до какого-то... До точки прогресса какого-то. Ну, я думаю, можно засумонить, потому что... У нас сейчас такая ситуация с баннерами в текущий момент времени. Вот открыта Тамарин, которая без затей лучший хилер в игре. Для дракона она не нужна, но она нужна для многих других вещей. Поэтому, если у вас есть лишние ресурсы, я рекомендую ее выформить. То есть попытаться хотя бы засумонить, насколько возможно, да. Ну, я вот... У меня есть 50 букмарок. Вот я и 10 сумонов сделаю. И все, наверное, на этом. Может быть, еще 10 куплю. Может быть. Потому что я знаю, что на следующей неделе будет Селин, новый герой. Земляной там вор, кажется, да, земли. Она для ПВП. Строго для ПВП. Она в ПВП, правда, может оказаться очень поломанным персонажем. Крутым, крайне. Да, но нас ПВП как таковой не интересует. И она не лимитед. Поэтому ближайшие 3 недели 100% я знаю, что не будет баннеров, на которых можно будет сумонить. Для меня лично. Да. Ну, возможно, и для вас тоже. Поэтому Тамарин... Можно... Ну, даже нужно попробовать получить. Это 100%. Затем, если у вас накопилось вдруг какое-то количество мистик-медалей, да, ну, можете такое быть, и вы раздумываете о том, чтобы получить, попытаться Руэль оф Лайт, то не надо. Она, конечно, хорошая. Да, очень хорошая. Один из лучших ПВПшных вообще. Героев на данный момент, как лекарь тоже. Вот. И с оживлением и так далее. То есть, она, в принципе, и в ПВЕ может помочь. Но через неделю все еще она будет. А вот через 2 недели новый герой ML будет. ML Violet, да. Как его там зовут, я не помню. Ambitious Violet или как-то так. Ну, какой-то Violet, неважно. Он тоже очень, судя по всему, судя по всему, пока сложно сказать, наверняка, да, но очень похоже на то, что он очень крутой ПВПшный герой будет. Но это чисто на будущее, да. Но если выбирать между Руэль и им, я бы выбрал вот Violet, ну, попытаться засумонить. Поэтому сидим на жопе ровно и копим мистик букмарки. Ну, и сейчас открылся Epic Pass со скином Тамарин, да. Ну, скин покупать это, конечно, такое себе, потому что это, получается, 1800 кристаллов надо потратить. Скин сам себе ничего не дает, он просто для красоты. Поэтому я не на своем основном аккаунте, хотя я там постоянно использую Тамарин, но на своем аккаунте я не стал тратить эти кристаллы, с учетом того, что Селин скоро будет, да, на следующей неделе. Я буду пытаться ее сумонить. Вот. Но если вдруг Селин выскочит там с маленького количества сумонов, я, наверное, куплю себе скин этот просто для красоты. Но самый Epic Pass, да, там за 800, за 900, или за 800 кристаллов забыл, за сколько? За 900, наверное. Можно купить премиум апгрейд, да, на него, и чтобы забрать все награды. И на самом деле это выгодно. Несмотря на то, что Epic Pass два пасса обратно понерфили, там раньше награды еще лучше были, да, чем то, что сейчас есть. Вот. Но по факту за 8 наград, за 800 или там за 900 кристаллов, то, что получается, это крайне выгодно. Потому что там, ну, лифы, понятно, это энергия, там, мологоры, чармы, все хорошо, деньги, ну, там, пингвины, ладно, то такое. Это все прекрасно. Но самое главное, что вы отсюда получаете, там много полезного, это 6, в итоге, когда полностью его выформите. А сезон идет очень долго, да, Epic Pass, ну, до 9 июля, и мы видим, можно, у вас есть время, чтобы его выформить. То есть он сам собой рано или поздно выформится у вас по-любому. Вот. И в итоге 6 трансмит, голд трансмит стоунов дают, которые, естественно, для того, чтобы ML суммон получить, да, там, букмарок раньше, кстати, больше давали, но сейчас мало дают. Ну, там, рамку для портрета, это все фигня. Главное, 6 трансмит стоунов, да, золотых, потому что каждый трансмит стоун это 20 суммонов, один. 20 обычных суммонов, да. 20 обычных суммонов это 100 букмарок. Как не сложно посчитать, 100 букмарок, это если покупать в магазине, 950 на 2, да, то есть, 1900 кристаллов, да. Это 1. 1. А их надо 6, чтобы 5 галакси букмарок получить. 6. То есть, ну, округлим, 2000 кристаллов, это на 6, там, сколько, 1000, фу, блин, 12 тысяч кристаллов, да, получается, на 1 трансмит стоун. Если я все правильно посчитал, да. А тут за 800 вам дают сразу 6. Ну, то есть, выгода очевидна. Так что, вот, Эпик Пасс я тоже рекомендую, а что касается саммонов, то, конечно, да. Ладно, давай, у меня есть кристаллы еще лишние, опять же, Селин на этом аккаунте я не собираюсь суммонить. Давайте купим. Ну, поскольку я бы через магазин это сделал, но у меня деньги кончились, поэтому у меня нет такой возможности. Следовательно, как я говорил, да, то есть, если есть возможность Селин в магазин реролить, мы его постоянно делаем через магазин. Если нету, у меня нету, то, ну, можно так сделать. Давайте попробуем что-то. Дадут Селин, не дадут? Селин, господи, это Марин. Я, опять же, это чисто так на будущее, на всякий случай. Ну, плюс, конечно, еда. Еда нужна всегда, там, для квеста на ССС или просто так, если вы ее заливаете, как к еду. Варианты есть разные. Ну, маловероятно, что она мне попадется. Ну, типа, 20 суммонов, это просто ни о чем. Но варианты разные бывают, конечно. То есть, у меня тоже бывало, когда там с одного-двух суммонов я с баннера что-то получал. Да-да, все, мучач его, свали нахрен. Единственное, что куча... Куча нового барахла всякого появится, натурального барахла, который пропустить нельзя. А молнии будут сегодня хотя бы раз? Ну, желательно больше раз, потому что что-то рейд не очень. Слабенький рейд, прямо скажем. Ну, тут раз на раз не приходится. Бывает, что там за 20 суммонов 5 молний получишь, бывает не одной. Что вполне сейчас со мной может случиться. Ну, плюс, на этом аккаунте неизвестно, что с удачей. Я знаю, что на азиатском у меня нормально все с удачей. Но здесь не факт, что хорошо так же. Скорее всего, нет. В Мистичей, например, еще одна вылезла. Которую можно использовать. Рузит, кстати, отличный трехзвездочный. Надо уже забилить, кстати, видосик, какие трехзвездочные, оставлять и использовать можно. Но вот Рузит, пвпшный персонаж, шикарный, в некоторой степени. То есть его можно закрыть на замок, чтобы не скормить их никуда. А молнии-то будет сегодня? Алло? Видимо, нет. Что-то сегодня у меня с удачей не очень. С рейдом. Реально, очень плохо все. В принципе, вот это ненормально, когда за 100 суммонов, фу, за 100 букмарок вы не получаете. Ни одной молнии. Ну, средний рейд это 50 букмарок, а одна молния. Средний рейд. Как это чаще все бывает. А тут что-то как-то, как мы видим, ниже среднего. Вообще ни одной молнии за 100 букмарок. Спасибо, игра. Ну, ладно, это мне... Лично мне это не важно. Нет и нет. Мне на главном аккаунте, на основном, это важно, да. Керат, кстати, тоже отличный пвпшный персонаж. Из трехзвездочных. Правда, и Рузиду, и Керат нужно делать спешл чеченч, все равно, как Мотман. Вот, но тем не менее. Ну, давай там, Мистикс, этот зумон. И даже тут молнии. 27,5%. Еще один и тот, прекрасно. Ну, и давайте, чтобы укрепить... Прикол этот... Еще билет у меня валяется, не помню, откуда. На 4-5 звезд, скорее всего, там нихрена не будет, как обычно. Коли. Спасибо, да. Барахло. Герой барахла. То есть, вообще, полное дно. Ну, бывает, что... Благо, на этом аккаунте мне ничего не надо, поэтому... Ну, конечно, удача могла бы быть и получше. Прямо скажем. Ну, Коли, ладно, мы закроем, чтобы вдруг Ассасин Коли вылезет когда-нибудь. Джудит тоже можно закрыть, она хороший персонаж. Для начала игры особенно. Это все закрываем. Рузидов закрываем. Ой. Ну, я говорю, я потом сделаю видос, где будет... Где расскажу, какие трехзвездочные, четырехзвездочные, кого качать, кого не качать можно и так далее. Но, тем не менее. Вот подобного рода прогресса я достиг. Да. Ну, еще не закончено все. Надо фармить дальше. Но я уже подкрадываюсь к пятой точке девятого дракона. И девятый дракон уже позволит мне достигать определенного прогресса в сторону... Ээээ... Одиннадцатого дракона, да. Там... Там будет... Ну, и одиннадцатый дракон, это, в общем-то, можно полгода его фармить из-за. И только потом там переходить на тринадцатого. Но с этой пачкой, в принципе, теоретически, если шмот нормальный быстро сделать, там... Всех стремительно довести до двухсот, там, с плюсом скорости. Чтобы у каждого было меткости минимум семьдесят, а лучше восемьдесят. И какой-то там дамаг. То это те статы, которые нужны для тринадцатого конкретно дракона, да. То есть шесть звезд, восемьдесят меткости, двести плюс скорости. Да. Потому что, повторюсь, мотма у меня, по меньшей мере, готова для тринадцатого дракона. Вообще изи. Это не значит, что в ней нечего менять, в ней есть чего поменять, но, тем не менее, вот так вот. Так победим. Ну, а в остальном будет видно, что там дальше. А на этих новых героев я бы не стал ресурсы тратить. Они... Они... Ну, вот эта пачка, которую вы будете скачать для дракона, если будете, конечно, она позволит вам все остальное тоже достаточно просто убивать за редкими исключениями. Там, в Абисе каком-нибудь и так далее. В принципе, эта пачка, скорее всего, способна полностью автоматон-тауэр зачистить, если я правильно помню, как там что происходит. Все зависит от вашего шмота и так далее. Так что, все эти герои... Не очень нужны. Да. Кроме тех, вот, которые вот на экране у меня показаны. А, соответственно, сегодня все. Шарфи лайкайте видео, оставляйте ваши лайки в нашей книге для жалопытных предложений. А все, кстати, для комментов внизу подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч в эфире, граждане. Субтитры сделал DimaTorzok